всем привет дорогие друзья как вы могли заметить давно у меня не было никаких распаковочек и надо как-то это немножко исправлять вот тут несколько посылочек да конечно приходит ко мне посылок довольно таки много но не все я показываю снимаю на камеру потому что ну не знаю наверное это вам не слишком сильно интересно будет а вот тут некоторые вещи приехали которые мне действительно интересные это я бы так сказал не покупки какие-то скажем так подарки и вот эти подарки и благодарность этим людям которые мне эти подарки сделали я бы хотел собственно передать вот ну тут у меня значит три посылочки как вы видите почты россии ну начнем вот с этих вот двух это мы отложим пока в стороночку она у нас останется на десерт так вот начну я с самой так скажем большой посылочки многие мне говорили почему я другой стороной ножа открываю посылки да все потому ребята что вот этот вот язычок ну хотя вы сломаете когда его от другим отломите лезвие уже не будет но тем не менее вот эта часть она как раз таки предназначена для вскрытия таких вот коробок то есть прорезки самого скотча это в целях того сделано чтобы ну просто-напросто во первых может быть не повредить содержимое ну и соответственно само лезвие не испортится то есть вы другой частью это все вскрываете все это достаточно тоже острых вот при желании при большом и навыках можно все это вскрывать вообще ручкой обычный шариковый вот все это дело вскрылась значит и вот в такой огромной коробке такая вот маленькая посылочка то там ты вы наверное видели том следит за мной вконтакте youtube и других сетях я как-то постил ну создавал посты где я искал uncharted 2 на русском языке в принципе неважно в каком издании было мне это не принципиально но по моему первого меня тоже в платине насчет 3 не могу сказать ну короче говоря недавно диски свои перебирал пластейшеновские то есть первый пластейшен 2 3 4 и обнаружил несколько так скажем моментов пластейшен 3 у меня значит не было uncharted 2 1 и 3 есть а пластейшен 4 вообще два диска повторяющихся не знаю зачем я их купил ну короче в каком-то порыве взял просто думал что у них нет но тем не идти и сразу взял вот и кстати насчет пластейшен 4 до сих пор диск uncharted наследие также все еще и лежит если кому-то интересно то могу либо обменять либо продать в общем кому как как угодно ну и второй диск был жизнь жизнь после в силде она у меня уже продалась ну так вот неравнодушные люди все таки есть и один из этих людей оказался евгений который любезно предложил мне а вот данный диск в подарок в чему я был очень несомненно рад я вообще просто офигел думаю нифига себе совершенно посторонний человек который блин я не знаю он меня знают конечно не знают тоже не знать но тем не менее предложил горю тут есть у меня платина хочешь я блин вообще от души просто неожиданно для меня было я вообще рассчитывал на то что я поменяюсь там вот выкладывал два диска battlefield по моему третий какой-то там бокс и он не так совершенно безвозмездно предложил такой вот вариант с диском что вот у меня есть платина в принципе мне не нужен забирай но я не отказался конечно и собственно пополнил тем самым свою коллекцию из uncharted а теперь у меня в целых пять дисков с uncharted по-моему еще на psp как какой-то был uncharted если я не ошибаюсь но если что кто-нибудь комментарии меня поправит или напишет был такой диск или нет вот такой тем не менее на этом все не остановилось и также неравнодушный дмитрий прислал мне вот такой диск сейчас я раскрою и покажу нет это не uncharted это немножко иное но смысл в принципе я думаю что одинаков вот такой вот упаковочке сейчас мы быстренько вскроем аккуратненько чтобы ничего не повредить так вот дмитрий подарил мне вот такой диск дурная репутация причем не просто в какой-то там обычной упаковке типа платином или больше либо еще какая-то там обычно простая есть а тут типа как это сказать артбук что ли в таком вот виде издание идет у меня первая часть дурной репутации есть на обычном диске может даже и вторая сейчас честно сказать не помню ну короче говоря вот такого кстати вот тут уже uncharted 3 тоже рекламирует но вот от такого издания я просто вообще не офигел я не ожидал что мне все такое даже предложат мне также совершенно безвозмездно он мне предложил вот у меня тоже есть дурная репутация если нужно у меня в принципе этих дисков полно которых может что-то мне не нужно будет еще и еще что-то тебе предложу ну я из детства не мог отказаться от такого это просто ну вообще просто кардос я впервые вижу такие издания ну в руках имеется виду физически держать приходится впервые вот тоже в хорошем состоянии все так стилизировано специально я не знаю про что игра вот она как тут двойная то как искать голограмма не голограмма вот тоже как бы сказать об этой игре слышал но не запускал ни разу все пытаясь дойти до того момента когда все-таки пройду третью часть uncharted и займусь все-таки за дурную репутацию на ps3 все-таки надо когда-то это все дело допинать но вот когда-то будет неизвестно конечно но тем не менее надеюсь что это будет когда-нибудь все-таки надо эту нишу своего своеобразную восполнить вот так вот поставим ну и последняя посылочка от александра здесь как сказать к игровому став она тоже относится давно этот разговор у меня с ним шел вот по этому поводу и вы видели посты эти в прошлом году по крайней мере я постил я думаю что вы знали и знаете и видели эту вещь и многим из вас она понравилась вот я естественно не удержался я списался с александром договорились с ним о неком сотрудничестве что собственно велась вот в этом не знаю пока что втором пакете упаковал знатно короче говоря вуаля как вам такое это ребята металлический корпус ну точнее сказать алюминиевый для dnd так скажем junior ну по образу и подобию в таком виде сейчас наверное вы многие вспомнили из вас о чем я говорил о каком посте вот я делал пост о том что есть такой человек по имени александр который вот может сделать такие вещи к точнее сказать он уже себе сделал такой вот контроллер вот металлический и мне как прям захотелось как сорока прям я увидел все это дело блестит все такое и вот договорились с ним и он мне точно такого же сделал тут же так же крестовинка кнопочки сделано все это то ли латунь то ли бронза ну не суть важно короче желтый материал и вот такая вот крестовиночка насчет кнопок select и start они шли резиновая поэтому обычно select start он там прямо видно они внутри находятся прям мне не терпится уже его собрать и посмотреть как это будет выглядеть со всем вот с платой внутри и как бы вот прям пощупать как это все дело будет нажиматься но я думаю что я это соберу и покажу так ну что ж качестве подобного у меня выступит вот этот вот контроллер сейчас я этот разберу все как блестит все как чётенько и главное самое во всем этом что он имеет вес всегда приятно держать что-то увесистое в руках нежели просто какой-то кусок пластмассы бездушный вот такая вот крышечка это алюминий или дюраль я не помню если честно и вот такое вот внутри зрелище александр их самолично точит на каком-то там станке чпу и вот недавно он рассказывал что он приобрел свой собственный станок и будет этим всем заниматься более сказать короче говоря больше времени будет посвящать этому вот так работа основная эта работа с хобби и перемешивать крайне сложно вот здесь у меня значит платка уже с новым всем содержимым как вы помните эти платки разрабатывал делал так остается только все это дело перенести насколько это получится удачно сделать сейчас посмотрим так select start ну тут явно нужно будет что-то там подрезать на вот насчет кнопок нажатия здесь наверное нужно будет что-то придумывать потому что все это дело может соскочить так 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 это вот так и надо чтоб а то прям идеально вышла и вроде она ходит насколько идеально я не знаю в общем все это интуитивно нужно подгонять и что-то все-таки делать с держателями либо какие-то углубления там делать чтобы это все дело несколько часов соскочила скорее всего в кнопках придется делать углубление вот чтобы это все дело не соскочила до их надо делать там прям основательно потому что крышечка даже не закроется с этим делом совсем но это мелочи жизни в общем то суться в другом немножко хотя если плата оригинальная без компонентов то тут все прекрасно ляжет и все будет замечательно в общем тут нужно все это дело подгонять само собой все это не так просто но в итоге получается что-то вот такое согласитесь выглядит это довольно таки бомбезно прям я бы сказал офигенно и тем более все это дело имеет такой своеобразный вес поэтому довольно таки круто в общем то насчет подгонки тут надо смотреть все само собой делалось подобие экспериментально вот и некоторые моменты я уже тут заметил какие нужно будет сделать либо как это сказать доработать какие моменты нужно будет вот и я это все делаю александру передам и если он на самом деле займется этим всерьез то есть дальнейшей продажей то собственно все будет идеально все будет четенько ну а на этом у меня все и я очень рад что вы смотрите мои видео и ставите лайки спасибо вам за поддержку всем удачи и до скорой встречи а а и и Субтитры сделал DimaTorzok